Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами об очень важном параметре который нужен каждому трейдеру это умение правильно учитывать волатильность на рынке. Наверное вы слышали про индикатор average true range сокращенно называется ATR, но я уверен что 99 процентов из вас считали его неправильно и соответственно применяли неправильно. Но после сегодняшнего видео все в вашей торговой жизни изменится. Меня зовут Сергей Заботкин я программист и трейдер 2012 года торгую акции форекс криптовалюты с форексом я завязал в 2015 году но с тех пор разработал множество автоматизированных систем ибо я программист на языках mql и c-sharp и сегодня я расскажу вам как по-настоящему и как правильно нужно считать этот индикатор для того чтобы учитывать его в своей торговле поэтому устраивайтесь поудобнее берите карандаш ручку записывайте впереди будет много интересного ну а кто досмотрит видео до конца узнает каким способом вы сможете получить этот индикатор абсолютно бесплатно и так что же такое этот индикатор ATR и как же его надо считать но для начала давайте посмотрим что это такое и так сейчас вы видите на своем экране статью из википедии где есть множество формул объяснения на английском языке это статья многократно была переведена но если кратко сказать то этот индикатор показывает меру волатильности инструмента за определенный период этот индикатор был разработан давным-давно ты в 1978 году Джеймсом Уэллисом Уалдером вот так он выглядит это американский инженер трейдер можно сказать и довольно таки хорошо понимающий в разработке торговых систем вот вы видите про него статью его фотографию то есть вот именно этот специалист и впервые ввел понятие ATR что же из себя представляет этот ATR и как он считается многие из вас знают этот индикатор но давайте мы вспомним значит он считается очень просто и спойлер маленький наперед это неправильно в плане того что неправильно считать его подряд и так значит ATR представляет из собой среднее значение за определенный период то есть если например вы используете на графике японские свечи то вот которые здесь показаны вам будет понятно что это нужно вычитать максимальное значение от минимального значения и складывать их и делить на количество прошедших периодов то есть если например вы хотите узнать волатильность инструмента за последние пять дней вам нужно взять максимум минус минимум прибавить опять максимум минимум и вот так например 5 дней 5 свечей но здесь самый важный момент вот в чем это исключение паранормальных баров вот этих вот больших их нужно исключать но только как это делать и если вы обратите внимание на следующий слайд вы увидите в чем заключается основная проблема вот на этом слайде мы видим с вами что в составе популярной торговой платформы metatrader 4 или 5 присутствует такой индикатор average true range но вы видите период задается и нет никаких возможностей никаких настроек по исключению паранормальных баров поэтому индикаторы которые представлены в обычных торговых платформах считают все подряд и они не умеют исключать паранормальные бары а это принципиальная ошибка также хотел дополнительно сказать что как вы видите на этом слайде помимо индикатора average true range например у брокера герчик инку существует огромное количество полезного материала плюс с недавних пор появилась еще бонусная программа которая позволяет трейдерам дополнительно зарабатывать не только в торговле а с помощью еще разных фишечек скажем так и плюшечек разных полезных инструментов все подробности будут в описании к этому ролику переходите читайте ознакомливайтесь ну или в крайнем случае спрашивайте у вашего менеджера который есть в личном кабинете а мы идем дальше и так после того как мы поняли в чем проблема давайте посмотрим как можно ее решить и так вот мы видим с вами на экране график компании apple график акции компании apple например это дневной график и что мы здесь можем увидеть если мы обратим внимание то волатильность и даже этого инструмента очень разнообразная как вы видите а то не как в некоторые дни крайне мал а в некоторый высок то есть вот зеленая свеча большая да например здесь тоже ну или свеча или бары как вам удобнее и когда вы будете учитывать ваших торговых системах такие дни даже вот например от сегодняшнего дня если посчитаете влево то будет принципиальной ошибкой учитывать например вот этот большой бар когда вы видите что в среднем волатильность дневных свечей компании apple была значительно меньше значит что я вам предлагаю и предлагаю следующее значит нужно новый способ подсчета от ар для этого нужно охватить большую выборку то есть посчитать среднее значение индикатора за 30 а лучше за 60 дней полученное значение сравнивать с каждым днем который вас интересует и проверять больше ли каждый день который вас интересует чем полтора отара стандартных тот который вы получили и меньше ли он пяти процентов этого то то есть вы ищите паранормально большой и паранормально малые бары таким способом перебора если вы это будете делать вручную вы наверняка увидите что вот этот зеленый например выпадает из расчета вот этот красный скорее всего выпадет у вас из расчета а те бары которые или свечи которые у вас останутся вы как скажем так отложите в отдельный массив и уже для них посчитаете меру волатильности например за 14 дней за 5 дней еще как то то есть вы исключите паранормально большие и паранормально малые бары зачем вам это надо спросите вы меня очень много торговых систем которые используют отар это используется для того чтобы правильно поставить стоп лосс или take profit не просто так как бы как хочется или не просто по каким-то непонятным индикатором а здесь вот огромное количество этих всевозможных индикаторов и вы можете посмотреть существует много 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 разного и в трейдинг вью и в других торговых платформах но вот именно правильно рассчитывая отар с исключением паранормально больших и малых баров можно получить принципиально другие результаты если вас вас заинтересовал такой способ расчета правильный способ расчета индикатора среднеистинного диапазона то я приглашаю вас в мой телеграм-канал и в клуб трейдеров картель где в ближайшее время будет выложен бесплатно данный индикатор для самых распространенных торговых платформ таких как мета трейдер 4 и мета трейдер 5 вы сможете применить данный индикатор в своих торговых картах системах и я вам гарантирую что это принципиальным образом улучшит статистику ваших сделок ибо вы будете исключать те всплески волатильности которые вам будут наверняка мешать поэтому по полезным ссылкам в описании переходите подписывайтесь смотрите и забирайте этот крайне полезный индикатор ну я хотел бы чтобы вы написали в комментариях к этому видео что еще вам интересно и на каких торговых платформах вы торгуете для того чтобы я мог предоставить вам подобные полезные материалы и конкретно под вашу торговую систему с вами был сергей заботкин спасибо вам за внимание жду от вас комментарии и до новых встреч в эфире берегите себя пока